всем доброго времени суток привет youtube ну что в этом видео поговорим про какие войска каких войск убивают какие войска против лучше каких система в игре работает так камень ножницы бумага если вы в детстве играли в такую игру вот смотрите и где посмотреть характеристики данных юнитов например открываем казармы вот есть у нас вот такие пацаны справа мы видим сколько стоимость одного такого пацана вот здесь есть закладка такая вот видите in in такой вот восклицательный знак посередине экрана вот видите вот нажимаем на него открывается описание во-первых почитать можно если вам интересно во-вторых внизу здесь есть степень его нападения стоковая справа зеленая сколько бафов вывод когда вот баф и всякие берете это работает от клана от храмов от рун которые подбираете от исследований ваших складывается все с от вещей короче вашу от всего от всего от всего эта цифра здесь складывается и показывается первая закладка от нападение вторая защита третьих и п скорость движения и сколько мощи если вы это строите вам это дает один юнит так система кто против кого камень ножницы бумага смотрите пехота бьет лошадей лошади бьет лучников лучники бьют пехоту камень ножницы бумага а в этот список не входят жрецы в этот список не входит осадное орудие почему потому что жрецы и осадное орудие не умеют защищать нападать они только защищаются то есть контратаковать нападать отвечать они не умеют в этот список камень ножницы бумага соответственно они не входят любой любые войска убивают жрецов любые войска убивают осадное орудие в этот список они не входят запомнили до уникальные фишки юнитов смотреть 1 июня первого уровня имеет вот такую фигню то есть имеет высокую защиту здесь сразу что этот юнит имеет слабость против лучников 2 то же самое 3 то же самое 4 уже имеет третью фигню предоставляет щит от всех видов урона то есть вот такой пехотинца 5 5 имеет вот такую фигню это особый эффект против кавалерия пикинер а этот имеет просто тупо себя усиливает такой пассивный баф запомните что у каждого здесь юнита есть вот такие вот уникальные фишки даже у жрецов даже у осадных орудий у осадных орудий например там с какого-то уровня камни появляется то есть они лучше там стреляют по более защищенным местам противника имея ввиду что осадные орудия они здесь работают как-либо сносить какие-то здания в плане там складов либо оборонительных зданий понижение защиты этого здания то есть защитные же здания дают защиту гарнизона который внутри находится а вот осадным орудиям можно сбивать защиту потом про атаковать своим войском и гарнизон получает что сидит внутри уже меньше защиты соответственно у вас больше шансов победить то есть так это работает смотрите пикиниоры допустим дальше эти тоже самые бафы имеют уже вот эти вот мечники имеют вот такое вот фигню что защита появляется у этих какой у этих такое про особых юнитов например в моем случае это тефтонские рыцари все уникальные юниты они уникальные дают всем основной например моим дает вот такое такое и отхил лучше хильц на примере там лучников покажем у них тоже тут особые фишки у в информации мы увидим что высокая скорость марша хорошо расстреляют кавалерию там вторым то же самое здесь уже с третьего уровня они повышают атаку как это короче когда они стреляют по ходу дела по пехоте у них просто повышается так у этих арбалетов тут уже что-то они другое дают для отражения атаки то есть когда на них нападает наоборот пехота этот баф срабатывает на атаку то есть 4 3 уже отличаются смотрите здесь опять же вот дает вот такой обратно баф потом здесь два баф сразу дают и этот и этот то есть обращайте внимание на эти бафы и что они дают против кого они лучше работают допустим у конюхов у коняш слаб против пехот сразу пишет повышенная скорость на марш вот вот так же у этого уже появляется броня более высокая живучесть появляется вот так же у этого тоже броня появляется дальнего боя кстати вот от лучников появляется защита у них потому что не забываем что кони убивает луков то есть соответственно вот эти вот пятого уровня коница лучников очень уже интересно сносит вот видите да то есть пятого уровня это уже очень интересные юниты получаются до пятого уровня мы просто обладаем большим хп чуть чуть большим хп обращайте на это внимание это у каждого уникально например осадных орудий там на первом уровне это используется против войск войска да кстати нельзя атаковать катапультами он использует повышенную атаку второго также третьего также четвертого уровня уже повышенная защита то есть на них нападут они лучше защищаются ну то есть больше проживут они атаковать не будут больше проживут там пятого тоже шестой седьмого уровня на седьмого уровня мы получаем дальность атаки появляется так дальность атаки камни вот эти летающие то есть седьмого уровня уже они и так далеко эти заразы стреляют а седьмого смотрите уровне они еще дальше стреляют у жрецов у жрецов что есть у жрецов оставайтесь быстро пробежим травы 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 6 уровня даль дальность дальность применения этого хила то есть вот с 6 уровня вот обращать внимание что они все уникальные у уникальных юнитов я уже рассказал что смотрите через замок вначале вот они все уникальны у каждой нации они свои думаю про это рассказал затянул это видео думаю про это все поняли да как чё работает про камень и ножницы бумаги бумаги я тоже рассказал запомнить что если забываете нажимать например на казарму при строительстве нажимаете информацию здесь вот описание кто против кого камень и ножницы бумаги про осадные орудия и про жрецов рассказал они не атакуют юниты именно они слабы против всех все на этом все на скорых встреч счастливы